Руслан Бальбек 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 Поэтому для нас, как для крымских татар, очень важно, что только в формате российской цивилизации мы в состоянии выжить, как и любой другой малый народ. И в противостоянии все, что мы видим, то, что сегодня лихорадит мир, это как раз противостояние западной и российской цивилизации, что нам Запад предлагает. Ведь основной символ и, наверное, смысл существования человека, о чем говорят все еврамические религии, это развитие человека, развитие общества. Но, к сожалению, Запад подсовывает вместо развития человека технологический прогресс, размывает и разрушает традиционные ценности. Мы знаем, что сегодня там уже такого понятия классического, как семья, нету, поэтому и вынуждены были, чтобы сохранить свою цивилизацию на уровне основного закона, Конституции, проголосовать. И действительно, российский народ поддержал, уже в Государственной Думе отрабатываются соответствующие законы. Когда семья, когда вопросы сохранения национальной, религиозной идентичности, культурного, национального многообразия отражаются в Конституции Российской Федерации. Так все-таки, Руслан Асимирович, День народного единства, почему он так важен для России и, в принципе, для каждого из нас? Россия, я еще раз повторюсь, это цивилизация и невозможно развиваться, невозможно защищать свое отечество без сплочения и единения, буду говорить языком великого просветителя, невозможно быть конкурентоспособным. И для нас очень важно то, что мы находим свое место вот в том цивилизационном пространстве на уровне сохранения национальной идентичности. И все, что касается развития страны и вопросы защиты отечества, как раз-таки вот в этом важном смысловом цивилизационном маркере, как праздник, который в России празднуется с 2005 года, мы шестой год празднуем, и без этого российская цивилизация просто не в состоянии развиваться. И поэтому для нас этот праздник очень важный для успешности нашей страны, для достижения определенных высоких показателей, которые бы показывали привлекательность российской цивилизации на мировом уровне, потому что вопросы интеграции, они неизбежны, и происходит интеграция, вы же видите, во всем мире это и концентрация средств производства, и управление, вот все, что мы сегодня предпринимаем на уровне цифровизации, да, экономики, социальной, политической сферы, все направлено на то, что рано или поздно в мире будет одна цивилизация. И нам очень хотелось бы, чтобы вот российская цивилизация, которая не стирает национальные идентичности, старается создать правовые условия для того, чтобы вот то многообразие, которое было по замыслу Божьему, да, то есть по, наверное, предопределению задумано, чтобы оно сохранилось. И, конечно же, вот в этой системе координат каждый малый народ чувствует себя защищенным. И хотелось бы, чтобы наши вот все эти условия, они были действительно правом, которым мы бы грамотно и мудро пользовались. Ну и, конечно же, сами истоки праздника, они восходят к периоду смутного времени, когда Минины Пожарские подняли национальное такое вот движение, сформировали ополчение. Хочу обратить внимание, что Минин был этническим татарином по Болжье, но тем не менее, вот разные люди, разные этносы, народы объединились вокруг одной идеи защиты своего Отечества. Это было и Великую Отечественную войну, вот недавно праздновали мы 100-летие Амитхана Султана. Смотрите, этот герой объединил всех крымчан, всех россиян, и через эти вот, наверное, важные победы, важные символы общие мы вот сегодня еще раз вспоминаем наших общих героев, мы вспоминаем, что когда необходимо, вот вопросы формирования общероссийской национальной идентичности, они крайне важны, чтобы мы могли единым фронтом, в едином порыве защитить свои идеалы, идеалы своей цивилизации, ну и, конечно же, тот мир, которым мы дорожим. В эпоху, когда в других странах мы можем наблюдать какие-либо межэтнические, межконфессиональные конфликты, тема уважения и любви к соседним народам, к другим религиям особенно актуальна? Актуальна крайне, но исключительно только в рамках российской цивилизации, где вот вопросы взаимного уважения, поддержка многообразия этнокультурного является основным приоритетом развития страны, но, к сожалению, западная цивилизация использует национальный и религиозный фактор для разрушения национальных государств. Вот то, что мы видим, весь мир полыхает и представляют это в виде неких цветных революций через якобы самоорганизацию общества. По сути, это вот те интеграционные процессы, только они проходят концептуально таким вот аморальным путем, когда через принцип «Матрица» вводят в заблуждение большое количество людей, под ложные лозунги свергают национальные правительства, и, естественно, через марионеточные структуры политиков пытаются подчинить целые народы для обеспечения доступа к национальным ресурсам. Конечно же, это крайне недопустимо. Национальный и религиозный фактор в России – это один из приоритетов развития. Единственная страна, где есть основной стратегический документ – это стратегия государственной национальной политики, чего не было ни в украинском формате, то, что мы 30 лет пережили. И, конечно же, когда появились важные идеологемы в Конституции, я думаю, что и сам основной закон, стратегия для нас государственной национальной политики будет меняться в лучшую сторону. Это и защита национальных языков, государственных языков, субъектов Российской Федерации, это и вопросы развития и сохранения духовности. Поэтому российская цивилизация делает все, чтобы защитить себя и не допустить использования национального и религиозного фактора для внесения смуты, для создания каких-то этнокультурных, религиозных конфликтов. Ну и, конечно же, посредством этого вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Для Республики Крым праздник День народного единства имеет особое значение, потому что наш регион богат множеством различных этносов и культур. Как на сегодняшний день в Республике Крым сохраняется, каким образом сохраняется народное единство и межрелигиозное, межконфессиональное согласие? Ну, в первую очередь, это взаимное уважение. Без уважения невозможно приблизиться к друг другу, найти возможности для поиска компромиссов. Это, наверное, такая центральная ценность, которая должна выступать таким фундаментом для сплочения и единения. Ну и, конечно же, это доверие. Без взаимного доверия невозможно двигаться вперед, невозможно сосуществовать. Вот те фундаментальные ценности, о которых я сейчас сказал, они, в принципе, и являются тем, наверное, краеугольным камнем, который позволяет нам сохранять мир, согласие, слышать друг друга, чувствовать друг друга. Ну и надо понимать, что после 30-летнего периода, когда в период Украины, ну, к сожалению, работали политики на противопоставление, и формировался такой вот разлом в обществе крымские татары и все остальные, то мы видим, что в Российской Федерации, то есть особенно люди, которые приезжают с материка, они просто лишены таких вот представлений о разделении общества, и у нас это все уходит в историю, сглаживается, и мы, естественно, дорожим этим, потому что без взаимного уважения, без доверия к друг другу невозможно быть в единстве, невозможно достигать каких-то общих целей, от которых зависит, наверное, участие всех крымчан, участие всех россиян. – Что бы вы хотели сегодня пожелать всем телезрителям? – Ну, наверное, во-первых, мира, потому что это одна из высших ценностей, и крымские татары, все мусульмане во многих народах, когда встречаются или прощаются, желают друг другу мира. Поэтому хочу пожелать мира, вот это в первую очередь, ну и, конечно же, благополучия в семьях, чтобы люди были ближе друг к другу даже на межличностном уровне, потому что зачастую какие-то взаимные обиды и невозможность вспоминать о том, что нас Всевышний учит к прощению, мы отдаляемся друг от друга. Просто находить в себе силы, улыбаться друг к другу, быть ближе, роднее, и чтобы то, о чем мы говорим часто, берлик, единство, чтобы это не заканчивалось какими-то декларациями на уровне лозунгов, мы начинали каждый с себя, становились ближе, и где-то даже, если вспомнили, кого-то обидели из-за родных и близких, пришли домой и сделали шаг первыми навстречу, то, что, в принципе, и будет, наверное, сближать нас и приближать то, о чем мы с вами говорили, то есть чтобы быть вместе, быть едиными, исполченными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...